Приём-приём, друзья! А также бабушки, дедушки, нубососы, профессионалы, на связи профессионал Шадимэн и, конечно, мой неповторимый друг Нубек. Привет-привет, друзья! И добро пожаловать в битву цунами в Майнкрафте. Сегодня мы будем строить, как всегда, бункеры, у кого получится лучше, будете оценивать, конечно же, вы. А также не забудьте поставить лайк поддержки под этим видеороликом, специально для нубососа. Потому что с ним недавно получилась такая история, что ему нужно очень-очень много алмазов. И, кстати, один лайк равно один алмаз. И также, сколько лайков наберётся под этим роликом, ровно столько алмазов ты найдёшь совсем-совсем скоро. А те, кто из вас находится на этом канале, впервые не обязательно, вернее, обязательно нажимайте на красную кнопку подписаться. Ещё бы не обязательно, ага. И чтобы никогда потом ничего-ничего не пропускать. Ну что, нубосос, пойдём, погнали, цунами ждать не будет. Так, значит, это моё, это моё здесь, вот такой Шадимэн Прягущий. Короче, здесь у нас находится, и мы узнаем. Да, кстати, сказали нам то, что сегодня на нас надвигается цунами из настоящих денежных средств, так скажем. Да, вот именно. И чтобы нас совсем с головой не завалило, конечно, мы должны построить очень надёжный бункер. Потом мы будем там всё это дело, конечно, складировать. Не будем же мы всё добро выкидывать, мне кажется, точно не надо. Кстати, я построю такой классный бункер, что там можно будет ночевать или когда-нибудь... Кстати, я построю этот бункер, и мы, когда захочем в какое-нибудь путешествие или поход, мы будем ночевать там. Давай лучше сначала построй. Ты сейчас, наверное, как всегда ничего не успеешь построить, потому что я уже тем временем давным-давно всё строю, а ты ещё стоишь до сих пор на месте, нубик. Давай собираю. Давай собираю скорее так, только это зелёная руда. Друзья, вы знаете, что это за руда такая? Может быть, это какой-то зелёный рубин, либо, может быть, вообще какой-то радиационный суперопасный блок, и сейчас мы тут излучимся, либо ещё что-то произойдёт, и всё. Тогда будет полный попец, так скажем. Так, слушай, копать сегодня придётся очень много, я тебе честно так скажу. Неплохо было бы, чтобы у нас была кирка вообще на эффективность, но спасибо за то, что хотя бы алмазная кирка на самом деле. Потому что с деревянной, ну, вообще миллион лет бы тогда точно прошло. Пока что мы всё это дело с тобой тут копали бы. Так, 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 так. Значит, что нам сегодня нужно вместить? Я видел там унитазы, кровати стоят всякие, и много чего ещё интересного. Так, ты что делаешь? Ну, босос. Я кирку достаю. Ай, ё-моё, упал в самый низ. А, ну давай, доставай. Так ты нормально встанешь всё на эти, на лестнице. Зачем ты всё в полёте делаешь, нубик? Во, нормально, вот так вот. Так, что у нас тут? У нас, кстати, уже тут всяких деньжат дофиге ещё положили. Так, холодильник, столы. В общем, нужно просто построить максимально уютное, так скажем, убежище для того, чтобы пережить этот цунами. У нас такие вещи, листья, книжные полки, кровать, ковёл. Можно построить, то есть, можно забацать такую офигенную базу. Давай, давай, меньше слов, больше дела. Сейчас с тобой сделаем крутую базу, на самом деле. В которой можно будет очень-очень долго и очень классно выживать. Я тут, не знаешь, как мне сделать? Сделать большую комнату и всё в ней вместить? Или же сделать несколько комнат и как-то рассредоточить? Что? Я сделаю большую и одну. Я вот не знаю пока, что как я буду это делать. Возможно, сделаю две комнаты, возможно, не две, кто его знает. Короче, а может быть сделать большую комнату прямо сейчас, а потом просто посередине поставить стенку и... Мне кажется, вот тебе и две комнаты. Я, наверное, да, я так и сделаю. Я сделаю ровно две комнаты и... А, и да, самое крутое, то что сейчас нам надо сделать так, чтобы вот это вот окно с чёрно-жёлтыми полосками... Мы должны с тобой... Ну, не знаю, как ты будешь делать, но я, по крайней мере, хочу сделать там стеклянный прям... Такой занавес, можно сказать. Прям с ног до головы у тебя будет стеклянная стена полностью, чтобы можно было всё видеть. Потому что цинами пойдёт с той стороны, если что, и наблюдать его, мне кажется, было бы реально круто, классно, офигенно вообще. Да, можно там, где мы залезаем, поставить стекло. Так, всё, я тут последние блоки тогда сношу, получается. Полностью убираю. Так, и с этой стороны тоже придётся всё убрать, потому что нужно все стены сделать... О, я знаю, что я сделаю. Экономия времени плюс смекалка, короче. Сейчас ты офигеешь. Я такой дизайн стен сделаю, что ты просто в шоке будешь сейчас. Я тебе точно говорю. Вообще круто получится, короче. Так, здесь сделаем так. А здесь сделаем вот таким вот образом. О, а ту стенку я вообще такую крутую сейчас сделаю. Друзья, я думаю, что вам точно такая штука понравится. Сто процентов. Так, давай же, давай же, давай же, давай же. Нубик, даже не знаю, получилось бы у тебя до такого догадаться. Покажи мне. Ну, потом бункеры построим и посмотрим, что у кого получилось, чтобы все люди оценили наше творчество, так скажем. Так, у меня тут кое-что не укладывается, но это легко поменять. Я поставлю здесь вот такие блоки, а с этой стороны тоже поставлю вот такие блоки. И всем будет казаться, что так на самом деле и надо. На самом деле это просто моя смекалка. Всё, вот сюда вот таким вот образом всё идёт. Так, и вот с этой стороны тоже нужно уголки сделать вот такими. А вот здесь сделать уже всё как обычно. Так, о, кстати, а здесь можно вот что сделать. Точно, точно, точно. Слушай, прикольно. Я даже не думал то, что такая идея ко мне в голову придёт. Так, тут немного кое-что не по плану пошло, но, в принципе-то, как всегда. Я делаю пол. Так, и какой ты пол делаешь там? Так, сейчас посмотрю. Железный. О, всё, вот это база у меня, вот это я понимаю. Вот это классненько получается у меня. Так, что будет на потолке у нас? На потолке я, наверное, попробую изобразить что-то похожее сейчас. Так, например, здесь. Потом с этой стороны. Вот таким образом. С этой стороны. Потому что если мы с тобой будем менять абсолютно каждую обшивку, каждый кубический там сантиметр, миллиметр на потолке, то это будет супердолго. А так у меня супердизайнерское решение, так скажем, получилось. Так, я уже обшивку сделал. Я уже, нет, я только ещё до сих пор делаю стены, всякие потолки и так далее. Всё. Вот теперь думаю то, что у меня, в принципе, всё готово. Так, что будет посередине? Посередине будет находиться вот такой пролёт, вернее, дверь. Вот такая вот. И она будет соединена вот этими блоками точно так же. А здесь вот так и вот так. Всё, готово. Всё, я погнал ставить двери, ставить кровать, унитазы. И у меня, слушай, я не думал то, что я всё так быстро сделаю. Реально. Получается то, что прям моментально практически. Да. Сейчас элементы дизайна. Нижние полки ставлю. Прикольно получается у меня. Я не знаю. Я даже подглядывать пока что не буду. Так, что-то у тебя просто... Я так одним глазком увидел. Не слишком ли у тебя низко стены получились? Что-то, по-моему, как-то это... Что-то не то, по-моему, у тебя немного получается. Как-то странновато всё это выглядит. Так, стой, погоди. А почему какого фига снова стекла нет? Сколько можно? Почему у нас отсутствует стекло? Так, погоди. Я знаю, где взять сейчас. Секундочку. Тихо. Опа. Вот и всё. Стекло у меня появилось. Сейчас я тебе тоже его отсыплю, короче. Так. Всё. Вход у меня тут готов. Ай. Всё. Я тут сейчас снизу, короче, стекло оставляю. Вот таким образом. Там почтальон принёс, короче, поднёс там стекло. Кто знает секрет, пишите в комментариях, как вы думаете, от того у нас появилось это стекло. Ты не видел, я сделал его. Так, 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 так. Так, что будет? Что здесь у нас будет, получается? Так. Здесь у меня будет унитаз стоять. Вот с этой стороны. И туалетная бумага висеть. И получается, как бы, всё. О, картины, картины развесить. Душевой кабины, к сожалению, нет. Так, а что это за это? Что там у тебя? У меня голова бабки Грэнни. Капец. Ну, басос. Это нормальные картины. Что у тебя, пацаны, сегодня происходит? Ты понимаешь, что это реально какие-то странные картины? Ой, что это такое? У меня какое-то лицо инопланетяниного страшного. Нифига себе, слушай. Блин, я эти картины выкинул лучше на землю вообще. Слушай, мне прикольно получилось. Бо, у меня в унитазе деньги. Кто? Деньги в унитазе. Ой, у меня веном вообще получилось, представляешь? Веном? Какой-то, да. Я не буду картины ставить. Это какая-то какая-то ужасная получается. Лучше, да. Лучше не надо их тогда лучше ставить. Вообще нафиг их. Так, короче, где у меня кровать? Ладно, кровать будет в комнате с унитазом вместе стоять. Потому что я просто не знаю, куда её на самом деле сейчас впихнуть. У меня просто идей нет. Вот, так, тут будут книжные полки. Здесь будет небольшой склад. Здесь тоже две книжные полки. О, мне очень нравится, как у меня получился бункер. Давай, зайди ко мне в гости, я покажу тебе. Это вот сюда. Сейчас, как только мы с тобой всё достроим, мы потом зайдём друг к другу в бункер и посмотрим, как очень получилось. Так, ковёр будет с этой стороны у меня. И, наверное, при входе тоже надо вот такую дорожку сделать обязательно. И неплохо было бы ещё поставить сюда везде вот такие вот деревянные, со стеклами вставками, эти, как, двери. Боже мой, я уж слово начал забывать, короче. Так, всё. Слушай, у меня база готова. Мой бункер готов. Ты сначала ко мне зайди. Окей. Блин, я опять упал прям сюда. Так, 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 давай посмотрим. О, кстати, я ещё листья не поставил, точно. Растительность не сделал. О, слушай, у тебя такой маленький бункер вместительный получился. На тебе солдаты. О, ё-моё. Боже мой. О, знак радиации. Офигенно, слушай, это всё в тему. А ты зачем убрал-то его? О, ё-моё. Ну, басос, давай и нет. Так, вот тебе. Так, это волк какой-то. Это снова вином. Что ж такое? О, два знака радиации тебе на стене. Слушай, классно вообще. Я бы себе такой хотел. Слушай, ну, нормальный, вместительный, компактный в бункер. А что ты убрал-то всё? Ну, смотри, как тебе? Вот, всё. Погнали. Всё, пошли в мой бункер. Я тебе сейчас покажу, что у меня получилось. А ты думаешь, где-то сни мой бункер? А ты думаешь, где-то сни мой бункер? Ну, минус я бы поставил только за то, что он у тебя достаточно маленький получился. А так... Короче, 9 из 10, потому что он у тебя маленький просто. И всё. А так мне всё нравится. У тебя очень уютный, очень компактный в бункер. Спасибо. Ух ты. У тебя дверь. Дверь. Почему дверь не открывается? Потому что это фальшивая дверь, это картина. Не сломай только её аккуратно. Это, видишь, такой вид, как будто у тебя там какое-то убежище находится. Это прям очень... Точно, это банка. Классно очень получилось. Да, у тебя прикольно. Ну что, как тебе мой бункер? По-моему, вообще классно. Прикольно, а у меня уютно. У тебя такое место пространство большое. Это точно. Так, ну чё? Ладно, я к тебе пошёл, наверное. Давай, иди, иди, короче. Так, я думаю, круче здесь начинать сделать. Давайте по-быстрому сейчас я ход сделаю, чтобы от тебя ко мне и от меня к тебе, короче, чтобы всё это было. Так, сейчас я его быстро-быстро профигачу. Сейчас, я тут всё это сделаю. Эту дверь, надеюсь, что я на твой бункер сейчас наткнусь. Так, 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 так. Чё-то я достаточно далеко уже всё откопал. И до сих пор не могу наткнуться. Так, стой, погоди, а чё происходит? О, вот. На, тут это всё нормально сделай, короче, чтобы всё было. А я пока что буду закупоривать все двери, потому что цунами уже совсем близко. О, оно уже совсем близко, Нубик. Ну что, сейчас мы с тобой испытаем наши бункеры на прочность. Как это красиво. Слушай, ну всё, мы с тобой миллионеры. Сейчас пойдём... Алмазы пойдём, всю деревню жителей скупим, короче, всё будет наше. Чего? Ко мне иди сюда. Зачем к тебе идти? Я хочу в своём бункере посмотреть на том, как... Смотри, уровень цунами прям один в один, короче, к нашему входу приблизился. Я даже могу плавать в этих деньгах. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Ты богач сегодня. Всё. Так, всё, двери закрывай, потому что следующий уровень... О, прям ё-моё, всё, у меня двери сломались. Нубик. Атас. Атас, у меня всё сломалось. У меня как-то не... Иди ко мне, у меня двери нормальные, всё. У меня не... У меня не нормально всё с дверьми. У меня нормально всё с дверьми. Иди сюда ко мне. Так, погоди. Дай... Подожди цунами. Дофига мне к тебе эти... Что у меня там делать? Что я там у тебя только не видел? Так, надо ещё, кстати, всякие эти фонари поставить, чтобы здесь мутанты не появились никакие у нас в бункерах. Чтобы везде было обязательно светло. И так, друзья, момент истины. Сейчас цунами полностью накроет нас прямо с головой наши бункеры. Так, что там у тебя? О, нубасо, здорово. Чё, как у тебя дела? Так, смотри, вот он, самый эпичный момент, когда полностью бункер накрывает вообще-то. Всё. Слушай, ну всё. Получается, мы с тобой сегодня прошли полностью проверку на прочность. Так, заходим сюда, смотрим. Вот даже у тебя... Смотри, смотри, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А чё, я не могу? А вот, смотри. Можно... А чё такое-то? Слушай, у тебя вообще двери не работают. Нормально всё. Почему-то. Так, не-не-не, у меня по-другому. У меня можно через них выйти, а через твои я выйти не могу. Так, ну что, друзья, вот такие у нас сегодня бункеры крутые получились. Можно ряде эксперимента даже... Так, погоди, я чё... Выпадим. Чё такое происходит? Слушай, не получается выйти никак. Представляешь? Я не знаю, как у тебя, но у меня просто не выходит это сделать. И ломать это точно нельзя, потому что... О, я вышел. Нубик, я вышел. Как ты вышел? Я не знаю. Сейчас я к тебе в бункер назад вернусь. Это чё такое там? Слушай, там какой-то крестик непонятный на стене появился. Чё это означает, интересно. Вон там сбоку, короче. Фух. Всё, я выплыл. Ладно, я назад возвращаюсь. Ты вышел или нет? Нет, я не могу. Сейчас я... Двигайся, сейчас я к тебе плыву. Сейчас я аккуратно, медленно спускаюсь к тебе. Главное только попасть. Потому что я боюсь, что я просто не пролезу. Сейчас выйти двери. Так, давай, давай, да, давай. Нубик, ты чё, воздух мне пустил? Ломай двери деревянные. Ломай деревянные двери скорее. Ломай, ломай, ломай. Чтобы чё там, сломал, нет? Давай, Нубик, быстрее. Боже. О, всё, 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 всё. Надо ставить. Уходи, уходи в сторону. Фух, всё, всё. Блин, Нубик, ну ты чё всё так долго делал? Помогите, идём ко мне в бункер. Всё сломал у меня в бункере. Ну ёперный театр. Всё за... И эти двери тоже сломались. Блин, всё, капец, конечно. В общем, друзья, вот такие у нас сегодня бункеры получились. Я думаю, что они вам очень понравились. Потому что мне они реально прям... Вообще прям супер зашли. Мне кажется, супер классно получилось. Ну, а на связи, как всегда, был я, профессионал Шедимен. Мой друг Нубик. Так, дверь открывайся. Пошлите в бункер к Нубику. Всем удачи, хорошего настроения. И всем пока. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока, друзья.